привет гору и добро пожаловать в очередной эпизод рассвет прекрасно в этом видео посмотрим на графики по биткоину по эфиру и кое-что я запустил в твиттере хочу вам показать перед тем как мы перейдем к теханализу 85600 фолловеров и вот что я затвитил если у вас 100 тысяч долларов вы за 70 тысяч купили машину и теперь у вас ситуация хуже чем было почему все думают что это отличная идея купить машину за 70 штук но на самом деле это плохая идея почему потому что если вы взяли эти 100 тысяч инвестировали и сделали 3x у вас уже тогда 300 тысяч долларов например в тесла вы инвестировали как я покупал по 141 или например в bitcoin как я по 15 взяли сделали 3x у вас теперь 300 тысяч то есть было 100 стало 300 а теперь вот например прикиньте 30 тысяч вы взяли которые у вас остались после того как вы купили машину и сделали там 3x из этих 30 то у вас теперь только 90 тысяч они 300 то есть два сценария прикиньте у вас было 100 тысяч долларов вы не покупали машину вы инвестировали сделали 3x и у вас 300 тысяч долларов а второй сценарий у вас было 100 тысяч вы купили машину за 70 осталось 30 сделали 3 икса и у вас только 90 тысяч чтобы вы предпочли такой вопрос 300000 или 90000 о чем я вообще хочу сказать я хочу сказать сохраняйте свои деньги ваши деньги нужны для того чтобы вы зарабатывали больше денег например если у вас 1000 долларов вы сделали 3 икса или например давайте так 30 процентов пускай будет у вас была 1000 долларов 30 процентов прибыли например как теслу я покупал по 141 а теперь тесла стоит 190 пускай там будет 40 процентов давайте например если вы м 1000 долларов 40 процентов прибыли получается у вас 1400 долларов если 100 тысяч долларов вы берете то у вас 140 тысяч долларов если миллион долларов вы берете и 40 процентов прибыли то у вас миллион 400 тысяч долларов если вы возьмете 10 миллионов долларов и 40 процентов прибыли как на тесла Например, вот я взял по 141, а теперь мы по 190. Если вы взяли 10 миллионов долларов и 40% прибыли, то у вас 14 миллионов долларов. Если на 100 миллионов долларов вы набрали Теслы, как я взял по 141, то у вас 140 миллионов долларов. Видите разницу, да? И, например, у вас 300 тысяч долларов. И теперь вы покупаете машину за 70 тысяч. И у вас остается теперь уже 230 тысяч долларов. Это большая разница. А когда вы покупали машину за 70, когда у вас было 100, у вас осталось всего 30 тысяч. И теперь вам нужно будет больше и больше времени для того, чтобы из 30 сделать снова 100, а там и больше. И гораздо меньше времени занимает. Если вы берете эти 100 тысяч долларов, делаете 140 тысяч из них на Тесла, как я взял по 141. Понимаете, что я имею в виду? Сохраняйте свои деньги. Инвестируйте. Инвестируйте очень разумно. Каждая тысяча долларов, которые у вас есть, инвестируйте ее. Например, вот как я купил по 141 Теслу, и заработали бы вы уже 40% прибыли. Было тысяча долларов, стало бы 1400. Каждая 100 долларов, которые бы вы закинули в Теслу, было бы у вас 140 долларов теперь. Всего за 2 месяца. Это просто пример. Мы покупали биткоин по 15 тысяч долларов, продавали по 65. На 100 долларов купили бы биткоин, а теперь было бы 400 у вас. Так что, сохраняйте свой капитал. Правило номер 1 от урена Баффета. Правило номер 2, не забывай правило номер 1. Люди-то по-другому делают. Заработал денег, купил ламбу. Заработал денег, купил виллу. Заработал денег, купил там еще что-то. Какой-то дерьмо накупит на эти деньги. Но в самом начале задача заключается в том, чтобы заработать 20-40 миллионов долларов, увеличивать капитал, мультиплицировать бабло и сохранять настолько, насколько это возможно. Вот как я, например, делаю. Снял прибыль с биткоина и перевел это в Теслу. Я купил по 141 доллара, и Тесла выросла на 40%. Понимаете, что я говорю? Вот. Давайте теперь перейдем на графики. Открываем рынки. И вчера рынок был такой ни о чем. Вот Тесла только выросла на 5%. Доджкоин плюс 3, Эфириум плюс 2. А Тесла выросла вчера на 5%. Или там позавчера, когда это было. Видите, да? С тех пор, как я взял Теслу, Тесла выросла уже на 40%. Ребята, еще раз объясняю. Нисходящий клин. Внутри давление, давление. И вверх выходим. Перевернутая голова и плечи. Чик-чи-джик. И затем, если эти два паттерна отработают, то тогда там есть еще один. А эти паттерны отработают по-любому. Потому что я лучший трейдер в мире. Я лучший в теханализе. Нисходящий треугольник. Внутри давление, давление. И выходим вверх. Я думаю, что эта покупка по 141, она просто гениальная. Теперь давайте посмотрим на биткоин. Но опять же, из крипты, которая теперь падает, я все перевел в Теслу. И там заработал плюс 40%. И эти уроки, ребята, я даю вам бесплатно. Но единственное, что я от вас прошу, это чтобы вы делились этими видосами со своими друзьями. Это восходящий клин. Внутри создается... А, нет. Извините. Че-то. Это трендовая линия, по которой биткоин идет в течение года. И вы видите, что биткоин оттолкнулся от этой трендовой линии на 58 тысяч, ровно так, как я и предсказывал. Но что будет дальше? Потому что там были волны и лёд, а теперь коррекция ABC. Вчера я прорисовывал эту коррекцию. Коррекция ABC. Если биткоин удержится, прекрасно. Если не удержится, то тогда двойное дно на 58 тысяч. И я ответил об этом несколько раз. Что истинная цена биткоина это 58 тысяч. Вот, показываю. Смотрите. Это было в марте. Марте-марте. Этого года. 6 марта я постил. 2024. Истинная цена биткоина 58 тысяч. И я несколько раз говорил об этом. Вот я вам покажу тоже. Он говорил про 58 тысяч, но все закончилось на 47. Этот чувак работает на хомяков. А, это что там? Ну, возможно, я был. Это не то. Короче говоря. Не то, что я хотел показать. Я, в общем, много раз говорил о том, что истинная цена биткоина 58. Потому что это была цена биткоина до того, как запустили биткоин ETF. На ETF отправили цену выше. И я думаю, что будут заходить еще деньги в биткоин по ETF. И я думаю, что биткоин пойдет вверх после 58. Но перед этим, может быть, нарисуют двойное дно. Потому что мы видим большой медвежий паттерн на графике. Это такая буква М. Но самый худший сценарий это 52 тысячи. И самая малая вероятность того, что биткоин пойдет на 45. Где-то в 20 процентов я бы оценил эту вероятность. Но в любом случае, это хорошие уровни для того, чтобы поставить ордера. Давайте и поставим эти ордера. 578 тысяч на балансе. Плюс 2200 ПНЛ за сегодня. Прекрасно. Но давайте поставим ордера на покупку. Поставим одну заявку на 58 тысяч. На 58 по-любому должен опуститься биткоин. И здесь я хочу взять... Сколько? 2 биткоина. 2 биткоина по 58. А также по 52 тысячи. А нет, давайте по-другому. 2 биткоина по 52 тысячи. Давайте тут поправим. На 58 возьмем 1 биткоин. Это я что-то продаю, а что-то покупаю. Что это за херня-то вообще? Почему не могу взять? Да, потому что я неправильно ставлю. Не туда тыкаю. Чаджик. Ну вот, теперь готово. По 52 тысячи долларов заявка на 2 биткоина. И на 1 биткоин по 58. Также мне открыта позиция на деривативах. На 2 битка. И пока что в минусе на 1000 долларов. Но я буду добавлять 2 биткоина по цене 58. И 3 биткоина по 52 тысячи. А здесь... Что там у меня? Где? Плюс 2 тысячи за вчера. Честно говоря, рынок вяленький. Тут ничего особо не происходит. Никакого движения. И я теперь жду, чтобы биткоин оттолкнулся от уровня поддержки. Оттолкнулся от трендовой линии. И продолжил восходящий тренд. А если мы провалимся под трендовую линию, я бы сказал 90%, что пойдем на 52. И 10%, что пойдем на 45. Ну что ж, на этом на сегодня все. Учитесь у меня. Под видео есть полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. И также покажу вам комментарии миллионеров, которых я сделал. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов. Спасибо, Джеймс. Я покупаю виллу за полмиллиона долларов. Потому что посмотрел твои курсы. И все, что я хочу, чтобы вы, ребята, делали, это... Учитесь у меня. Смотрю твой канал, зарабатываю деньги и купил уже себе феррари. Я не хочу, чтобы вы просто тупо копировали мои сделки. Я хочу, чтобы вы учились. Я обучил уже миллионы людей по всему миру. Единственное, что вам нужно, это... Думайте именно о том, что вы хотите, чтобы с вами произошло. Будьте очень осторожны с тем, что вы говорите. Думайте, пишите. Делайте и думайте только хорошее. То, что бы вы хотели, чтобы случилось с вами. Карма по-любому 100% реальная. Если вы что-то кому-то делаете плохое, то вам это все вернется. Всем хорошего дня и увидимся завтра.